итак здравствуйте дорогие интернет-зрители с вами снова скудер и мы продолжаем проходить игру need for speed 4 high stakes на 1 playstation прошлой серии мы с вами заняли второе место к сожалению на чемпионате камара но ничего страшного в этой серии мы с вами вот попытаемся проехать серию специальных гонок я что-то о ней совсем забыл это не основной чемпионат скажем так и он открыт открывается эти серии гонок по мере прохождения основных чемпионатов вот и в этой связи мы зря продали за 3 бмв но ничего страшного в принципе так и давайте наш камара немножечко улучшим цвет дисков поменялся . пониже стала ну вот теперь наш камара такой замажорены занижены на литишки пойдет наши соперники там тоже будут достаточно серьезные ребята можно любую до сразу улучшить но это тоже хорошо что я думал что по порядку только можно уровни улучшения покупать оказывается нет любую можно сразу взять ну что же в путь а вот еще одна классная вещь тут про наблюдаем не поспите четвертом это ночные гонки вот тут уже можно включить фары и уже видите заметно как их воздействие что реалистичное освещение все можно ближний дальний свет включать очень красиво конечно в то время это тоже очень выделяла что ли игру на фоне их гоночных игр реалистичное освещение и вообще возможность не просто фары там сами до включаются еще самому ими управлять это конечно классно добавляла некого такого задора игре конечно гляньте буйство красок здесь четко солнце заходящее еще как бы не совсем ночь чё творит а коробочку меня решили взять здесь уже соперники такие по прокачивании ну если бы на стоковом камара поехали принципе если мы в турнире даже там проблемы здесь они еще пошустрее так что вот это вот первая стадия купленного улучшения как раз она улучшает поворачиваемся кстати очень заметно стало что камара стал очень лучшим венчиваться в поворот и конечно заметно сразу и надо было мне в турнире купить все таки первую стадию деньги которые мы здесь выручим как раз пойду на на покупку бмв-шки там и ягуара в следующем чемпионате в турнире так что плохие призовые должно хватить если конечно выиграть же все смотрите какой парень надоедливый кузьма ты лето а или нам там егор мешал помешал стать чемпионами блин в прошлой серии короче вы все на одно лицо достаточно слабо прорисованное блин как круто все таки а вы гляньте какие цвета все таки конечно все таки конечно этим с на четвертый выделяется на фоне других гонок конечно картинка тут в общем если ее брать стилистику дизайн блин очень классно да машины может быть не лучшим образом конечно здесь прорисованы ну и вообще это аркада там с физической точки зрения с точки зрения физики она не очень реалистичная там совсем не реалистичная но с точки зрения но с точки зрения господина графония она конечно крутая ну и ну и ну и ну и да кстати тут если про графов не таре писать пару дней назад тут конференция sony было все ждали горячо ну собственно говоря в принципе и знали чёрт мне сейчас чуть было в грис поднюю не заехал вот и ференция общем состоялась тем временем гоночку то все-таки выиграли первого это не может не радовать до кузьма вот и в общем конференция действительно прошла без каких-либо сюрпризов ваш на четвертое место мы запрыгнули неплохо так и анонсировали там slim q которую в общем то уже ну вообще слив конкретно был и там успели даже анбоксинг и и записать распаковку я в группу скидывал видос вот ну все ждали playstation 4 neo что же это за зверь такой будет ну и в общем действительно sony и и анонсировала и это прокачанная версия основной playstation 4 скажем так которая будет держать разрешение 4k ну и кое-какие там еще будут улучшения основной конечно упор это на 4k разрешение ну либо если у вас нет 4k монитора или там телевизора то у вас будет там частота кадров повышена также там вроде бы как даже сглаживание говорят лучше еще не такую достаточно интересную вещь анонсировали sony это что hdr ну типа поддержка hdr появится причем не только в playstation 4 pro это она так теперь будет называться которая на стадии разработки было нео когда выйдет называться playstation 4 pro и не только она будет hdr этот новый поддерживать а еще и все приставки семейства playstation 4 то бишь как-то прокачают хотя там то железо как было так и останется неизменным вот это непонятно с другой стороны вот так отдельно выносить в такой анонс и hdr в принципе я помню это еще лет десять назад наверно когда только появилась ну и что такое hdr это high dynamic range английском но это по сути реалистичное освещение все эти вот эффекты солнечных бликов там входящего солнца или когда из темноты на свет выходишь не знаю почему новая волна опять этого самого вера ну показали как бы различия конечно что с hdr картинка освещена лучше цвета приятнее там вот будет это все поддерживаться в виде патча ухты как у нас занесло видали вот собственно такие новости из основного такого ну удара что ли приставку то ожидали но думали все что она также будет через год где-то как с бокс этот новый прокачивание скорпио но нет она выходит уже вот осенью это и в ноябре 10 ноября она выходит и в общем по цене 400 баксов всего лишь цена тоже достаточно такая приемлемая демократичная скажем так ну а в остальном ну я сейчас был немножко разочарован конференции я все-таки ожидал что раз уж они забомбили отдельно конференцию то всех вот даже на ней три не стали на gamescom и думал что какие-то анонсы еще игр из игр ничего нового не показывали показали только геймплей немножко масса эффекта андромеда не особо у меня в принципе общение ну и показали там старые как старые они конечно еще не вышедшие которые были анонсированы на е3 в разрешении там 4k с частотой вот ничего особого в принципе не было потому что все что они анонсировали по сути это все было известно еще и до конференции суть ничем практически не удивили разве что только вот датой выхода и ценой ну так себе конференция еще еще у нас у нас еще будет конференция токио гейм-шоу а скоро быть и вообще осень будет насыщена должна быть еще парижская неделя игр париж гейм-вик это где-то то ли в конце октября то ли в начале ноября ну и наш играмир так вот ребята гляньте-ка вторую гоночку мы уже выигрываем великолепно прокачанный комара конечно гораздо лучше и я даже готов о нем немножко мнение свое изменить сразу в топ и влазим здесь что-то здесь меня и не было даже на 7 место три с половиной тысячи хорошо уже тридцатничек денежки копятся так что будет на что купить бмв-шечку на так это по моему последняя трасса сейчас нас ожидает до всего три трассы и весело конечно что можно так немножко похулиганить там с парами да вот с теми аварийками там посигналить ну черт это круто вот такого себе сейчас даже не могут современные игры позволить вот например если сравнить с той же гран туризма 6 до хорошие там фары вроде как можно включать но опять же не до такой степени что как здесь до включил можно ближний дальний там ну то есть части да там можно так делать например если у тебя все-таки идет гонка дневная фары ты включить не можешь можешь ими там только помигать то есть пока ты держишь кнопку не у тебя горят пускаешь не газ на всю гонку ты как бы включить фары не можешь да если ночная гонка там можно ближний дальний 20 аварийку нельзя включить ну не знаю как то вот мало мало интерактивности инертно как-то все сдвигается здесь не спит в этом смысле причем никто спит вот именно этот потому что современные танит воспитаны тоже немножко тем страдают что там наоборот даже исчезли вот эти фишки все интерактивности небольшой здесь вот именно видите каждый разработчик пытался чем-то завлечь аудиторию даже вот такие мелочи типа там возможности включить аварийку да и все гонку прогнать с включенными аварийками блин это же круто черт возьми какой-то там как наш олигархи делают мигалки еще игры не хватает черт это четко это реально смотрите фонари горят еще это ведь та же самая первая сонька сколько уговаривали фанаты разработчиков гран-туризма полифоне диджитал сделать освещение в игре сколько это годами тянулось просто я не сделали сделали это спустя там 10 лет да только на ps3 в пятой части но моё даже капец йорки здесь вот пожалуйста можно побегать фарами аварийкой причем эти боты соперники тоже там они же бибикают там когда ты там что-нибудь заденешь или обгоняешь такие прикольные искусственный интеллект кстати такой интересный тоже по-моему у него даже память есть что тут в нетфоспиде есть такая фишка вот если кого-то обгоняешь да и сильно задел так ну или выбил с трассы то этот черт блин он тебя запомнит что ты ему накосячил и потом если догонит тебя то обязательно или подставится тебе или подрежет где-то или впендюрится в тебя когда ты сам ошибешься в общем прикольно сделано здесь достаточно агрессивные соперники но они и ошибаются здесь вот что классно по рельсам едут правда тут бывают немножко баги с физикой ну уже видели это там в предыдущей серии что они несколько неестественно бывают в повороты заходят прям так боком четырьмя колес видно прям что это не по физике ну это да это было это и по моему ход при сети первом такое было и вот осталось здесь не знаю не помню пофиксили ли это в porsche по моему там такого не было хотя я говорю я играл как бы на компе и по моему на компе ну такого безобразия не было а ну опять же вот окружающая среда вот стало там возможно да здесь какие то знаки сбивать какие то утки не знаю ящики ну мелочи как бы но тоже приятно блин как мне нравится вот этот поворот чем это связка такая четкая с фонарями вообще отлично насколько вообще трасса даже другими красками играет да ночью на освещение как будто абсолютно другая трасса ну и так вот мы снова выиграли отлично просто крутяк кузьма блин я запомнил кузя 5 в топ влезли на 5 место ух ты на первом месте скутер скутер под меня под меня гад косит скутерист так ну вот мы выиграли все три гонки сейчас нам еще приз за выигрыш чемпионата должен дать мужик этот такой прикольный у него голос тоже говорит ништяк тоже мне всегда это нравилось так ну вот смотрите 45000 это достаточно серьезная уже сумма и насколько я помню там даже бмв-шка максимально стоит вот она как раз 45 так что можно будет даже ее купить так ладно сохраняемся в принципе на этом наверное все да не наверное все конечно и завершим серию благодарю вас за просмотр надеюсь что вы прокомментируете поставите лайк вот с вами был как всегда скутер подписывайтесь на канал на группу вконтакте все ссылки как обычно будут под этим видео ну а с вами был скутер всем пока пока и удачи пока 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 пока